Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Сидникова. И сегодняшнее видео это распаковка. Сегодня я познакомлю вас с новым интернет-магазином. Во всяком случае, я не знала об этом интернет-магазине. И покажу, какие товары мне пришли на обзор. Итак, все мы, думаю, что многие уже знают качество ивановского трикотажа, качество ивановского белья. Поэтому это не будет новостью для вас. И это новый интернет-магазин, который называется «Постелька 37». Такое вот эротическое название. «Постелька 37». Эх, где мои 16 лет? Итак, интернет-магазин находится в городе Иваново. И в сегодняшнем ролике всего будет три товара. Но каких три товара? Как же я давно об этом мечтала? Это фотошторы, на которых изображен итальянский дворик. Если вы давно следите за моим творчеством, у нас в прихожей стены сделаны из фотообоев. И там тоже итальянские, испанские, я не знаю, какие-то дворики с цветами и со всей прелестью. То есть море, солнце. Может быть, я и напомню сегодня вам, покажу эту красоту. И вот я давно мечтала о таких шторах. Фотошторы, на которых изображен итальянский дворик. Да, хочу сказать вам, что в этом интернет-магазине «Постелька 37» есть группа ВКонтакте. И если вы вступаете в эту группу, как участники, как одногруппники, или как еще сказать, вы получаете скидку в 2% при заказе в этом интернет-магазине «Постелька 37». И также есть профиль в Инстаграме. Все ссылочки на все товары и на эти группы я, конечно же, оставлю. Что будет в этом ролике? Мы посмотрим поближе вот эти шторы. Шторы, на мой взгляд, цена средняя, так скажем, для таких штор. По-моему, 3200 рублей. Я могу ошибаться. Ссылку, конечно, оставлю. Зайдете, посмотрите. Вот в таком пакетике они мне пришли. Но сейчас я просто вам покажу, что будет в этом ролике. Кому интересно, мы распакуем, посмотрим, что же это такое поближе. Дальше я заказала. Мечты сбываются. Вот такое постельное белье. Как вы видите, покрывало сейчас у меня на кровати. Но я просто хочу вам показать. Из такого же материала я нашла в этом магазине постельное белье. И теперь это полноправный комплект. То есть постельное белье и покрывало. Ну, и вот такое шикарное одеяло. Я заказала большой размер, потому что у нас одеяло где-то 160. Ну, в общем, оно нам мало. И постоянно идет с Лешиком борьба за этот кусок одеяла. В общем, заказала самое большое одеяло. Ева, размер. Тоже распечатаем, посмотрим. Вот такой шикардос. Все примерим, шторы повесим. Посмотрим, как это выглядит в интерьере. Посмотрим качество белья. Так что оставайтесь. Думаю, что будет интересно. Ну что, друзья, открываем. Пожалуй, начну с комплекта белья. Это перкаль. Так, наверное, за кадром сейчас распечатаю. Здесь есть вот такая ручка. То есть можно вполне кому-то подарить. Ну, это не совсем подарочная упаковка. Но, тем не менее, мне важно было белье. Это один и тот же материал с моим покрывалом. Итак, комплект постельного белья. Материал перкаль. Начинается с полуторного размера. Есть семейный, двуспальный, евро. Двуспальный, евро мини и макси. Так, двуспальный с европростыней. В общем, я заказала самый большой под новое одеяло. И вот так вот выглядит логотип этого интернет-магазина. Постелька 37. Все ссылки, конечно же, я оставлю. Вот на картинке. Конечно же, оденем этот комплект в спальне. И посмотрим, как это выглядит будет у нас в спальне. Так, что здесь? Под одеяльник. Когда на сайте я заказывала, по-моему, на молнии. Кстати, девочки, я стирала. Стирала вот это покрывало. Оно из такого же, точно такого же материала. И оно не село, нигде ничего не вылезло. В общем, я довольна. Вот такие однотонные наволочки. 70 на 50. У нас такие подушки. И простынь. Сейчас я открою. И моя любимая простынь в этом комплекте на резинке. В общем, все, что я люблю. Все, что я хотела. Простынь тоже вот такая однотонная. Но она здесь вот как какой-то градиент. Вот вы видите. И она на резинке. Это не трикотажная. А вот, значит, из перкаля. Материал перкаль. Классная. В общем, сейчас оденем. Посмотрим, как это будет смотреться на кровати. Ну что, друзья, красота красивая. Чуть-чуть отличается. Здесь есть вот такой сиреневый оттенок, которого нет на покрывале. Но вообще это один и тот же рисунок с покрывалом. А в общем, я просто счастлива. Простынь села классно. Вот такой цвет у простыни и у подушек. Здесь нет замочка. Просто одевается, ну вот так вот, внахлёст. Наконец-то я нашла комплект, где размер моих наволочек. То есть, 70 на 50. С другой стороны, то есть, пододеяльник с одной стороны имеет вот эту расцветку. Кстати, покрывало называется Вояж или Вояж. Вот. В общем, вот какое оно на картинке. Ничего здесь не изменилось. Всё просто полное стопроцентное соответствие. Вот так вот села простынь. Обожаю, обожаю я вот эти натяжные простыни. Но все простыни у меня трикотажные. Это вот, я не знаю, перкаль, но очень похоже на сатин. Очень классный такой гладкий-гладкий материал. Просто класс. Сейчас распакую одеяло. Одену его вот в этот новый пододеяльник. И посмотрим, угадала ли я с размером. Ну, давайте об одеяле. Значит, это из одеяла из овечьей шерсти. Но есть вот и из верблюжьей шерсти. Я заказала материал тик. Это вот верхний материал, да? Понятное дело, что там идёт овечья шерсть. И заказала самый большой размер. Вот этот. 230 на 240. Есть верх материала подешевле. Но мне захотелось вот этот красивый. Сейчас распакуем, разложу. И покажу вам, как оно смотрится без упаковки. Друзья, оно класснючее. Это просто шик. Вот такой кантик. Материал тик. Внутри какой-то мякушек. Это шерсть овцы, наверное. Оно такое тоненькое. Вот вы видите. Лёгкое, приятное. В общем, друзья, я рекомендую. Приятный, приятный шок. Я, честно говоря, не ожидала вот такого качества. И это всё наши производители. Так что, друзья, поддержим наших производителей. Посмотрите, какой классный верхний материал. Повторюсь, что цена зависит именно вот ещё и от верха. Это более дорогой вариант. Вот этот тиковый верх. Ну и сейчас оденем в пододеяльник. И посмотрю, угадала ли я с размером. Ну что, друзья, красота красивая. Намучилась я, одевая пододеяльник. Сначала одела неправильно. И у меня получилось 20 сантиметров лишнее. А где-то не хватает. В общем, перевернула. Вот вам показываю. Всё отличнейше село. Но здесь вот закруглённый краевое одеяло. Конечно, угол пустой. Поэтому. Вот я вам один показала. Краешек. Вот краешек с другой стороны. Вот вы видите, я чётко попала в размер. Это, по-моему, евро плюс 240 на 240. По-моему, так. В общем, красота красивая. Одеяло подошло. Теперь у меня полный комплект. Такое же у меня покрывало. И я счастлива. Ну и осталось нам распаковать шторы. Примерить их. И посмотреть, как это будет смотреться в нашем интерьере. Вы это видите? Это мимикрия. Пуся, моргни. Мы тебя даже не видим. Вот это покрывало, которое будет в спальне. И вот сейчас мы распакуем с вами этот набор фотоштор. Сразу хочу вам показать вот такие есть фотографии. Вот их раз, два, три, четыре, пять. Пять видов этих фотоштор. Здесь есть, значит, как их стирать, чтобы бережная стирка была, чтобы этот фотофон не отскочил. Как утюжить. В общем, все есть. Очень давно я хотела это увидеть у себя дома. Такие шторы я видела у Ирины Маркеловой. И мне очень понравились. Но еще до того, как я увидела у Ирины эти шторы, я давно мечтала тоже о таких. В общем, материал здесь такая вот, как это называется, наверное, вуаль. Это не органза. Это, скорее всего, вуаль. Ну что, да, забыла вам сказать, что вам могут по вашим размерам, там шаг в 10 сантиметров, вам могут сделать ваш размер. Я заказывала у нас, по-моему, 2,50 потолки. Стандартный набор это 2,60. Вот мне их укорачивали сразу на 10 сантиметров. Здесь есть лента. В общем, конечно же, это в кадр. Ой, ну эти цветы, эти итальянские дворики. Ой, вообще обалдеть. В общем, друзья, сейчас я это поглажу и поменяем шторы и посмотрим, как это будет смотреться на окнах. Друзья, не знаю, как показать вам эту красоту, но эта красота красивая. Вот разложила на полу. Боюсь, что, ну, всю красоту, вот, показать, как оно должно быть, не удастся на окне. Во-первых, свет падает, ну, из окна, и получается кадр темный. В общем, вы ничего не рассмотрите. Поэтому вот решила показать вам это на полу. Вот такие розы возле дома. И, конечно же, важно понять, какую шторину правую-левую повесить так, чтобы совместилась вот эта картинка, слилась воедино. В общем, это действительно красота красивая. Я сейчас вот это всё смотрю и думаю, может их в спальне повесить. В общем, это должен быть такой интерьер, где не заставлено, где свободно окно, где это всё будет красиво смотреться. В общем, думаю, вот сначала показываю вам здесь, ну, очень красивые шторы. Просто очень красивые, лёгкие, воздушные. В общем, будем сейчас вешать. Друзья, пока там Лёшик вешает шторы, я вам напомню, какие фотообои у нас на стенах. Специально заказывали мы. Вот на одну стене, не знаю, испанский дворик, по-моему. Испанский дворик у нас за шкафом. А, за шкафом. А это вот что, Лёш? Один итальянский, другой хорватский. А, ну вот что-то из них. Или Италия вот эта, или Хорватия. Сейчас покажу вторую стену. И вот вторая стена. Тоже мы всё это делали сами. Поэтому идея фотоштор уже лет шесть у меня как в голове витает. И вот постелька 37. Исполнила моё желание, когда я увидела эти шторы. Мне просто, ну, очень захотелось их заказать. Теперь вот и на окнах у нас будет итальянский дворик. В общем, сейчас посмотрим. Я не знаю, как получится всё это показать. Повторюсь, это, скорее всего, вечером нужно будет делать, чтобы свет падал, ну, из комнаты, а не в комнату. Иначе ничего невозможно будет рассмотреть. Друзья, сделали всё, что смогли. Закрыли окна на балконе. Не опустили шторы. Ну, чтобы вам показать, чтобы вы хотя бы что-то увидели. Шторы на самом деле красивые. Но, повторюсь, что это нужна глубокая ночь, чтобы вот увидеть весь вот этот красивый принт на этих шторах. А сейчас закрыли, короче, шторы на балконе. Но всё равно свет просачивается. И, естественно, это всё смотрится, ну, не так, как бы хотелось. А вообще красота красивая, вот когда действительно темно на улице. Ну, и глаз видит совершенно другое, даже если когда падает свет. Просто на камеру передать это, ну, нет возможности. В общем, благодарю магазин «Постелька 37» за предоставленные товары. Понравилось. Ну, буквально всё. Все мои мечты сбылись. Теперь есть покрывало, одеяло, за которое мы боролись. Ну, и комплект постельного белья, который подходит под покрывало. В общем, мечтайте. Мечты иногда сбываются. Зайдите в этот магазин, посмотрите на цены. Мне понравилось обслуживание. Заказ дошёл буквально за три дня из Иваново. Ещё раз огромнейшее благодарю. Ну, а с вами я прощаюсь. До скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.